Снова всем welcome! Это снова я, DNGP. Сегодня речь у нас пойдет про сравнение жизни в Японии и в России, какие есть отличия, на мой взгляд, а также, что мне не хватает в данный момент в Японии. Начнем с погоды. Сейчас вторая половина ноября, и вы, как можете видеть на улице, на улице около 20 градусов тепла, погода отличная, дождей нет, светло, тепло, можно ходить даже в обычной толстовке или в худи, и это хорошо. В то же время в России сейчас около нуля, иногда даже минус, кое-где снег, вот я в Москве видел, там снег выпал в середине ноября, и очень много, достаточно холодно, поэтому, если вы любите тепло, то Япония самое то. Но единственный минус в Японии, конечно, летом очень жарко, и я бы не советовал приезжать сюда в летние месяцы на отдых, если вы хотите туристическую поездку, поехать в Японию. Лучше приезжать либо осенью, например, в сентябре, октябре, либо весной, это март или апрель, ну май, начало. Теперь, что касается транспорта. Транспорт в Японии очень хорошо развит, очень много поездов, автобусов, есть скоростные поезда между городами, и можно проехать без проблем вообще в любую точку Японии на поезде пересадками там с небольшими, но можно доехать. И поезда все ходят по расписанию, что мне очень нравится. Конечно, в России в последнее время тоже стали пускать поезда по расписанию, это я имею в виду метро или наземные линии, типа как там кольцевые разные, но раньше было по-другому, и это немного напрягало, то, что нельзя было спланировать в свое время, когда ты ездишь, например, на работу или куда-то едешь на встречу, а поезд опаздывает, или наоборот, там он приехал раньше и уехал, и следующий поезд будет не скоро, но это не очень хорошо, поэтому в Японии мне вот в плане поездов и то, что они следуют расписанию, и также автобусы, и то, что они следуют расписанию, мне очень нравится. Что касается автомобилей, но они не нужны здесь просто в Японии, я себе поэтому и не покупаю. Единственное, что я считаю необходимо приобрести, если вы собираетесь много ездить и путешествовать так же, то лучше взять байк, вот, например, как мой этот Сузуки Боливард, я себе брал, я на нем путешествую достаточно хорошо, уже много там километров накатал. У меня на канале есть плейлист с видео о путешествиях по Японии, поездки в разных местах, там просто покатушки, если вам интересно, заходите, ссылку оставлю в описании, посмотрите, там достаточно красиво. И, конечно, если вы не собираетесь далеко путешествовать, то лучше приобрести небольшой скутер какой-нибудь, там 125 кубов, этого будет достаточно, чтобы ездить на работу, на учебу, на какие-либо там места, мероприятия или еще куда-то, намного дешевле, намного выгоднее и стоит не так дорого. Ну, если брать БУ вообще копейки, можно взять там в пределах что-то 30-40 тысяч йен, ну, такой бушный совсем. Если же брать получше, поновее, там, ну, где-то 150 тысяч йен, ну, это на рубли где-то 150 тысяч йен, 120, 110-120 тысяч рублей, где-то так. Ну, это такой средний, такой бушный, но не шибко старый. А если брать новый, 125-кубовый, то это около 300 тысяч йен, это примерно 250 тысяч рублей, где-то так. Поэтому дороговато. Конечно, для студента дороговато, лучше брать БУ, и, как бы, тем более здесь хорошие пробеги, они такие большие у них. Ну, смотри, какой, ну, найти. Есть нормальный, есть с большими пробегами, есть прям некоторые эксплуатируют. В России покупать себе мототехнику, ну, это только, если вы катаетесь по сезонам. Если вы живете южнее, вы там можете кататься круглый год. Но если вы живете в средней полосе России, вот, например, как я жил в Самарской области, у нас там снег и холода, и кататься получается только где-то с конца апреля, ну, может быть, да, где-то конец апреля, начало мая, и до первого снега, это где-то ноябрь, начало ноября, где-то так. Все, то есть на этом и заканчивается сезон мотоциклетный. Больше мотоцикл, ну, а тем более скутер зимой использовать, ну, небезопасно, скажем так. Но некоторые используют, и особенно если оффроуд какая-то техника, ставят шипы, и зимой ездят. Ну, я этим не занимался, поэтому для меня это было неудобно использовать мотоцикл зимой, ну, так как это опасно. Учитывая то, как у нас чистили дороги в те времена, там никаких реагентов, ничего не было, особо так гололед, так гололед, там, песком посыпали, или там после снегопада, так вообще там не видно, где гололед, а где что, и можно навернуться там нехило, просто на ровном месте. Поэтому это, мне считаю, то, что в Японии круглогодичный мотосезон, это плюс, мне нравится. Теперь, что касается культуры вождения. Культура вождения в Японии и в России, она сильно отличается. В России культура вождения есть, но не все люди настолько, как бы, добры и приветливы к другим участникам дорожного движения. И все считают, что уступать никому не надо, что люди сами должны им уступать, а они никому не должны ничего уступать. Поэтому получается так, что большая часть конфликтов на дорогах случается именно вот из-за этого. Кто-то кого-то не пропустил, или кто-то кого-то там задел, где-то там на светофоре подрезал. Вот, пожалуйста, и получается конфликт. В Японии все спокойно, в этом плане ездит спокойно, никуда не торопится, все очень плавно, никто никого не подрезает, никто никого не зажимает. Если кому-то надо куда-то перестроиться, вклиниться, спокойно все это делается, без проблем, и никто никому морду после этого не выбегает бить. И как бы люди добрее просто, может, я не знаю, на дорогах они как-то не агрессивные. Поэтому в этом плане в Японии лучше по дорожной обстановке, поэтому и аварий меньше, потому что люди спокойно ездят по дорогам, никуда не торопятся. Ну и уважение, конечно, культура вождения и уважения. Есть система баллов в Японии в водительских правах. В зеленой это для начинающего, там имеют, по-моему, около 6 баллов, а то и меньше. Есть еще синие и золотые. Фишка в том, что за каждое нарушение, ну такой серьезный там проезд в топ-линии, проезд на красный свет, пересечение сплошной линии и тому подобное, начисляется штраф. Плюс еще снимается какое-то количество баллов. Кстати, за ДТП количество баллов не снимается. Снимается только, если какое-то грубое нарушение правил дорожного движения, за это снимаются баллы. Если правила дорожного движения не были нарушены во время совершения ДТП, то баллы не снимаются. В противном случае снимаются. Так вот, если все баллы были сняты во время, там, за год или... Так вот, если по прошествии года, если у вас снимаются все баллы за правонарушение, то в этом случае права изымаются и вас посылают на прохождение лекции и тестов там. Если вы это все проходите, то вам возвращают право, и вы дальше используете их. Если же нет, ну, там еще раз лекции, еще раз тесты. Следующий вариант, если же вы повторно в течение срока действия прав на следующий год еще раз, ну, лишаетесь всех баллов за нарушение, то в этом случае права изымаются и вас посылают на пересдачу вообще. То есть, они изымаются насовсем. То есть, вас посылают на пересдачу именно теории и практики в центре переэкзаменовки. Кстати, тот же самый центр, который производит переэкзаменовку иностранцев. То есть, когда я приезжал в Японию, с российскими правами, как я уже говорил, что можно обменять их на японские, но нужно сдать экзамены. Вот экзамен как раз проводится в той организации, в том здании, где также проводят экзамен для тех, кто был лишен прав в Японии. Очень строгий экзаменационный центр, поэтому там нужно подготовиться хорошо перед тем, как сдавать. В России, в России у нас такого нет. И даже если тут, ну, например, кто-то там сколько-то штрафов имеет, там 20, 30, 40, 50, там, да, и он их оплачивает вовремя, он также может продолжать ездить и без проблем. И права у него не изымаются за, ну, то есть, бальной системы нету, и права не изымают за большое количество нарушений. Ну, права изымают, там, например, только за пьянку, да. В Японии за пьянку могут вообще в тюрьму посадить сразу за, ну, и причем надолго. И штраф там большой. То есть, это очень серьезное нарушение, поэтому в Японии вообще не советую пить за рулем. Это может быть очень плащевным результатом в плане наказания для того, кто выпил. Теперь я скажу то, чего мне не хватает в Японии. А не хватает здесь очень многих вещей. В частности, это продукты питания, это сыры, это колбаса, сырекопченая, любая там. Это те же ряженка, кефир, бифидок, какие-то молочные продукты. Это те же самые простые овощи, свекла там. Это крупы, например, гречка. Это, к примеру, пельмени, да, самые такие простые. Даже там куриные какие-нибудь, да, тоже здесь нету. Конечно, сейчас многие скажут, что да, вот там, например, свеклу можно купить, где-то или там, гречка тоже. Ну да, можно купить, но она стоит, во-первых, очень дорого. К примеру, там килограмм за 500 йен, а то и больше может быть. А гречка стоит килограмм за 1000 йен. Ну, где-то так. Ну, то есть, это вообще несоизмеримые цены в сравнении с Россией. Вот этих продуктов здесь не хватает. Когда вы первый раз приезжаете в Японию и первый год, там, два живете, я не думаю, что у вас будет какая-то надобность в этих продуктах. Вы можете обойтись японскими продуктами, но со временем, вот, к примеру, там уже 5-10 лет вы проживете здесь, конечно, уже появляется желание. Немного расскажу про питание, да, в Японии. Что мне нравится в нем и что мне не нравится. Ну, и сравнение с Россией. Что мне нравится в Японии? Вы можете попробовать любую кухню мира, практически любую, из любой страны. Ну, если вы живете в Токио или там в агломерации, то есть от Сайтама, Коногао, Чиба. И это будет недорого стоить и достаточно вкусно. Что мне еще нравится? Есть Таби Хадай, на Мехадай, это когда вы приезжаете и безлимитная еда, выпивка за небольшие деньги. Очень выгодно. И также, что мне еще нравится, то, что все продукты всегда свежие, качество очень хорошее у продуктов и никто не будет, ну, испорченные продукции использовать для подачи на стол или уже подходящие к испорченному состоянию. Все просто выбрасывают и все. В этом плане, да, мне Япония нравится то, что всегда все качественно сделано. Но, чего мне не нравится? Ассортимент гарниров, ассортимент салатов, ассортимент супов. Ну, так как я вырос, родился и вырос в России, я к этому очень сильно привык и для меня, например, не очень понятно, почему японцы едят только мисо-суп или рамена. То есть, ну, охота же что-то еще там, какие-то другие супы. Ну, есть, конечно, там разные мини-стро, как из кукурузы суп и там грибной суп, есть такие. Ну, это такие, крем-суп, там ингредиентов 1-2 максимум, то есть, вообще не является как таковым супом, можно сказать, похлебка такая. А вот такие супы, там как щи, борщ, какие-то куриный суп, грибной суп, солянка, рассольник, ну, и там подобное нету. И найти их только можно в ресторанах, там, русской или там европейской кухни, и они стоят, ну, прилично. И также мне не хватает гарниров, как я уже говорил, гарниров. На гарнир в Японии только рис и макароны, а в более дорогих ресторанах, ну, бывает иногда пирожку подают, но это очень редко. И все. При этом больше, как говорится, даже если вы захотите где-то там, ну, в каком-то ресторане заказать что-то еще, гарнир, как таковой, в меню будет отсутствовать вообще. То есть там будет либо рис, либо макароны, все. То есть вам ни гречки, ни перловки, никаких там каш, ни геркулеса, или же там картошка отварная или жареная, запеченная, тоже нет. Или же, если вы заказываете там капусту, ну, может быть, кто-то не любит, я не знаю, да даже просто вот простецкая капуста, а это тушеная, тоже нет. Ну, как бы, понятное дело, что в Азии это не привыкли есть, но все равно, вот не хватает. А, и что касается салатов. Салаты? Салаты в Японии вообще отсутствуют, как таковое. Я вам могу сказать, что такое салат, и даже вот картинку сейчас покажу, что это такое в их понимании. Это несколько листьев именно салата, салат прям называется, может быть, там долька или полдольки томата, там чуть-чуть огурца, ну, от силы еще что-нибудь, там перец какой-нибудь, кусочки несколько, чтобы все. Вот и салат. И приправленный там перец, там и соль, может быть, оливковое масло. Вот и все, вот весь салат, понимаете. Это вообще, как бы, ну, в Японии салаты как таковые, вот как у нас принято там, да, если салат делаешь, там, ну, это либо цезарь, да, там, либо какой-нибудь оливье, селедка под шибу, мимоза, икрабовый, ну, и так далее, то это, ну, там много ингредиентов, и там можно даже вот просто салат заказать, там, с супом, и уже наесться, то есть даже основное блюдо не надо заказывать. В Японии, если вы заказали суп и салат, это вообще ничего вам не даст, в плане калорий, там, от силы, ну, может быть 150 калорий быть во всех, в, ну, в общей сложности, поэтому, вообще никак. Это вот, что касается еды, ну, конечно же, холодных закусок, их тут вообще, в принципе, нет, и не было, и холодные закуски в Японии вообще не принято подавать на стол, ну, как бы, это не является едой, можно так сказать, так для пива обычно покупают, там, какие-то тарталетки могут сделать еще что-то на заказ, если в компанию, а если где-нибудь там в кафе, в ресторане, ну, максимум орешки или бобы, все, ну, вот такие простые закуски. Как бы, в Японии, в отличие вот от России, много всяких вещей, нюансов, которые можно еще рассказать, но об этом будет в следующих видео, а на сегодня, я думаю, все, если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте оставлять, комментарии, интересующие вас темы, или же просто вопросы по данной теме, обязательно спрашивайте, я постараюсь на все ответить. У нас с вами был Дэн, спасибо за то, что смотрите и комментируете мои видео, также лайкайте их, мне это очень помогает, мотивирует создавать новый контент и новые темы, постараюсь и дальше радовать вас новыми интересными видео о Японии, ну, и буду благодарен, если вы поделитесь этим видео с друзьями, я думаю, многим интересно посмотреть различия между Россией и Японией. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока!